Опасность вокруг нас. Недобросовестное отношение к рабочим обязанностям запросто может привести к печальным последствиям. Мы уже не раз рассказывали о неприкрытых, как положено, колодцах и не огороженных ямах. Но в этом микрорайоне их скопление просто поражает. Жители 65-го комплекса боятся за своих детей, которых подобные объекты буквально притягивают. Пробудить совесть ответственных служб попробовал Егор Орлов. Только на одном из пустырей в 65-м комплексе мы насчитали три смотровых колодца. Все прикрыты деревянными щитами. И так уже давно, уверяют местные жители. В надежности таких крышек они сомневаются, а потому и сообщили о проблеме на телевидении. Я думала, что там просто закрыта настоящая крышка. Это просто так бросили и все. Ее можно в любой момент убрать. И все. Я вот так вот подумала бы. У нас такое разве еще бывает, вот так вот закрывают крышками. Это ненормально, конечно. Мы проверили. Под деревянными щитами ничего, кроме опасной глубины. Но бывает еще и не такое. Кое-где вообще никаких крышек нет. Пешеходный тротуар с другой стороны дороги, но протоптанная тропинка говорит о том, что тут также часто ходят люди. И представить ситуацию, что кто-то в темное время суток не заметит открытый колодец. Нетрудно. А ведь он тут имеется. Этим путем следуют жители 65-го комплекса, трамвайной остановки, детские сады. В темное время сложнее, ведь никакого освещения тут нет. И ночью, и днем приходится всю дорогу внимательно смотреть под ноги. Вообще вот там, где гуляют дети постоянно с мамами, да. И вот, не знаю, месяц был вообще открытый люк, страшно было ходить. Я уже подбирала всякие дощечки и ложила прям, чтобы... Внимание. И чем дальше в жилой комплекс, тем больше вопросов. Смотровые колодцы различных инженерных сетей мешают и пешеходам, и машинам. И так по всему 65-му. Крышек нет. Вместо этого лишь временные деревянные щиты. Причем местами в строящемся микрорайоне фонари отсутствуют. Опасные объекты соседствуют с детскими садами и узкими тротуарами. Причина в том, что благоустройство некоторых смотровых колодцев не выполнено как положено, пояснили местные коммунальщики. Их просто бросили. Справляющие компании нам пояснили, что все эти люки, прикрытые деревянными щитами, наследие застройщика, который до конца свое дело не доделал. Здесь очень много сетей. Связь, канализация, все это эксплуатируется. И со стороны коммунальщиков была составлена дефектная ведомость, которая передана застройщику для того, чтобы он устранил недоделки. Однако реакции застройщика все же решили не дожидаться. Прикрыть люки бетонными крышками управляющая компания планирует своими силами и уже в самое ближайшее время. Также здесь пообещали еще раз тщательно обследовать территорию, чтобы ни один зияющий колодец не ушел от их внимания. Егор Орлов, Дмитрий Кравченко, РНТВ Набережные Челны.